Как научиться служить мужу? Вот так, занимаясь духовной практикой, постепенно у вас появится больше возможностей. Служить означает что-то иметь. Если ты со святостью не связан, как ты можешь кому-то служить? У тебя нет силы. Получи сначала святость в сердце, а потом отдавай. У тебя будет больше возможности служить. Чем больше чистоты в сердце, силы, тем больше возможностей служить. Так? Можете, пожалуйста, вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, какая может быть причина артели в этой молитве, во время молитвы? Потение? Потение, да. Это пробиваются тонкие каналы. Очень сильно. Я подносим. Смотрите. Когда человек зевает во время молитвы, это значит, что у него психические каналы совсем блокированы, забиты. В это время надо просто встать, размяться, дыхательные упражнения сделать. Чисто физически их пробить, активизировать тонкие каналы. Когда человек потеет во время молитвы, это тоже признак того, что пробиваются энергии, тонкие каналы. Лучше закончить молитвы, тоже зарядочки какие-то, дыхательные упражнения сделать, чтобы открыть порточки, чтобы свежий воздух. А потом уже молиться. Но в целом это нормально. А когда это, если потеешь, не продолжаться, освежиться? Лучше освежиться можно продолжать. Все зависит от того, какой результат. Если вы потеете, и у вас больше концентрации на молитве, тогда все хорошо. А если притупляется, вы вообще ничего не соображаете. Тогда надо остановиться и привести себя к тому. Нет, у меня обычно тогда больше концентрация, но становится холодно, а потом это все как-то всяко проходит. Ну вот пробились каналы, холодно остановится, значит пробились каналы. Когда пробиваются, горячо становится, идет сэр. А потом раз, холодно, пробились на препятствия. Холодно, значит нет препятствий. И идет нормальный момент. Нормально. Девушка рассталась с молодым человеком, были вместе пять лет. Все шло к свадьбе, но он не решался. Увлечения девушки ведическими знаниями окончательно отдалили друг от друга. И слава Богу. Значит не тот человек. Главное же не привязанность друг к другу в жизни, а общая направленность. Вот если бы вы сказали, привязанность к физическим знаниям, приблизили нас друг к другу, так это значит тот человек получает. И потом у нас трудности возникли, чтобы создать семью. Ну и преодолевайте эти трудности, значит Бог вас испытывает. Но если девушка встречалась, она начала духовной практикой заниматься, он вообще от нее отдалился. Так представьте, как бы вы с ней жили тогда с ним. Так это милость. Человека же не свернешь на свой путь за пять минут. Если он удаляется от вас, значит есть основания внутренне серьезные. А если бы вы с ним жили уже, представьте, что было тогда в вашем путь. Как тяжело вам было бы вместе жить. Только слава Богу, что ушел. Есть страх остаться одной. Вот это уже другой вопрос. Да это уже другой вопрос. Самый главный вопрос. И причем женщина в своем страхе остаться одной должна быть немножко трезвее. Приведу вам пример, как женская психика вообще работает. Ко мне в одном городе подошла девушка и сказала, Мы встречались с молодым человеком. Очень сложно было его как бы склонить к семейной жизни. Что-то он не хотел жениться. Встречались, встречались, встречались. Если молодой человек не хочет жениться, что это значит? Он просто не готов. Он не готов. Понимаете? Вот как будет значит, как определить, что мужчина готов жениться? Это значит, что он может терпеть женские эмоции. Вот они встречаются. Чем мужчина занимается? Он просто наслаждается женским телом. Целует, обнимает, наслаждается. А семейная жизнь это же не только наслаждение. Женщина как только женится, сразу начинает высказываться эмоции мужа. Мучить его начинает сразу эмоции. А есть мужчины, которые не могут терпеть женские эмоции. У них нет сил. Или они не могут претензии женские терпеть по финансовым вопросам. Женщина же, когда замуж выходит, она хочет комфорта, уюта, начинает душить мужа в плане зарплаты, там все прочее. Это все естественно. Так действует женский эгоизм. Если мужчина не терпит женский эгоизм, значит, он боится жениться. Но представьте, он пересилит этот страх и жениться все-таки. Что будет дальше? У него психика может вообще поломаться. Может от жены бегать по плану. Вот, допустим, у вас есть маленький ребенок, мальчик. Поднимите руку. У кого маленький ребенок, мальчик? Вот, допустим, он плачет и бежит к вам жаловаться. Не по-мужски себя ведет. Вы его прощаете? И как, ну, не по-мужски ведет себя. Прощаете, нет? Прощаете. Почему? Потому что вы его любите, так? Точно так же можно простить и молодому человеку, который еще не может быть мужчиной. Он еще тоже ребенок просто не созревает. Женщины созревают гораздо быстрее. Женщины в 17-18 лет уже могут быть матерью, женой. А мужчине надо еще развиваться. Обычно в 25 лет у него только способность такая, быть мужем, развивается. Понимаете, нет? Бывает, что он не развивается. А бывает вообще не развивается. Что тоже нет даже. Да, бывает такое. Так как женщина может, бывает, не развивается, как женщина всю жизнь. Недоразвитые, так мужчинам. Семьи это обычно является? Женщина не развивалась, мужчина хочет. Да, они просто семью не могут создать. Какая семья? Женщины недоразвитые обычно очень боятся, знакомятся, такие как бы одиночки сидят по домам. Трудно кому-то служить таким женщинам. Мечтают постоянно о чем-то. Мужчины недоразвитые и могут торпеть эмоции женские, не могут зарабатывать на жизнь себе, безвольные, обычные и так далее. И слава Богу, что вот он еще недоразвился и как бы. И вот эти девушка пришла ко мне на консультацию, говорит, мой молодой человек, мы с ним встречались, он никак не мог жениться и потом решил идти в Ашрам в ведический жизнь, как монаха. В ведической культуре часто молодые люди уходят, поживут, как монаха, развиваются и потом женятся уже. Я говорю, супер, супер, классная идея. И он говорит, я жениться не буду, буду развиваться как личность. Я говорю, молодец, молодец, хорошо. Она говорит, молодец, а мне-то что? Видите, она света будет у меня. Мы очень корыстны на самом деле. Я посмотрел на его фотографии и увидел, что ему надо в Ашраме жить года четыре где-то, чтобы развиться как мужчина. И я ее спросил, а вы готовы четыре года его ждать? Она говорит, нет, не готова, я хочу замуж. Я говорю, правильно, потому что вам надо уже через два года. Детей рожать. Знаете, что с ней произошло? Она так сильно хотела с него замуж, тельняшки рвала, всех на уши поставила там, истерики катала. Но когда она узнала, что он не может просто, и что ему надо четыре года в Ашраме жить, и что ей надо, раз она говорит, я его сильно люблю. Я говорю, будете четыре года ждать? Она, оп, любовь закончилась. Любовь между мужчиной и женщиной имеет часто, не часто, а так и есть. Это материальное, это эгоистическое чувство, понимаете? Я говорю, на таком. Я говорю, будете четыре года ждать? Она говорит, не смогу. Я говорю, тогда ищите себе другого. Она, оп, хорошо. Все закончилось сразу, закончилась сразу любовь, завяли помидоры, тут же все классно. Не хватает знаний просто. Сразу трезвела тут же. Есть страх остаться одной, так как за пять лет не встретила ни одного достойного мужчины. Вот это другой вопрос. Что это ваша проблема заключается в том, что вы недоразвились как женщина. Когда женщины развиваются, то уж на ловца и зверь бежит. Женщина развита, то она встречает развитых мужчин. Надо развиваться как женщина, значит. Страх означает недоразвитость. Есть очень четкий признак того, что женщина развита. Четкий признак. Страх остаться одной пропадает. Это значит, что экзамен сдала. Такая женщина становится очень счастливой. Улыбка до ушей. Она всех заботится, всем служит, очень активно живет. Счастливая. И мужики шлейфом идут за ней постоянно. Сразу все хотят потанцевать с тобой. Вот и все. А если страх, значит, еще не доразлилась. Надо развиваться, чтобы страха не было. Чтобы Господь сердце сказал. Ну вот теперь ты сильнее мужчина. Иди и бери любого, кого хочешь. Развитая девушка, если она себе поставила цель, объект выбрала, неженатый. Все. У него шансов нет. Любому мужчину, который ей понравился, она выбирает. Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Вот и все. А если вам не хочется работать над собой, тогда надо ввечариться, плакать, писать записки Олега Геннадьевича. Странный вариант дожить. Трудитесь над своей судьбой. Как по пирожке записки, другой девушки очень заботливая. С тех пор не пирожками, очень любит детей. Ну вставайте, кто? Где эта девушка? Она на индивидуальной консультации. Да? Ну вот придет, мы ее тоже покажем всем. Хорошая девушка, видно. Это вы написали? Вставайте, вот какая красота. Вставайте, давайте. Сейчас вас будем выдавать. Ну-ка вставайте. Мужчина говорит с тобой, она уже раздумала. Вот, смотрите, какая хорошая девушка. Красивая. Стройная, высокая. Умница. 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 Все, скоро готовьтесь. Женщине нужна вера в сердце, что у нее все будет хорошо. Веру-то вселяют старшие. Особенно мужчины могут дать такую веру старшие. Все, что постоянно служило, всем заботилось. Активность надо проиграть в личной жизни. На фестивале. На фестивале есть программы. Все будет хорошо. Моих детей переходный возраст. Для них важно мнение большинства сверстников, а не мамы. Так действует половая энергия. Половая энергия заставляет юноши и девушек смотреть друг на друга и очень сильно подчиняться этому мнению. И родители должны просто это перетерпеть, потому что в юношеском возрасте у всех срывает крылья у всех. Никто не остается нормальным. У всех какие-то трудности, креяные в сознании. И надо просто принять это как факт, что так будет. Каждому человеку, когда приходит этот возраст, с 15 до 20 лет, надо перетерпеть все вот эти бзики ребенка. Потому что половая энергия крутит голову. Человек в это время еще не готов жениться, но также не может быть один. Мучается, страдает очень. И эти страдания заставляют быть, как все, ходить по моде. А если, допустим, вы воспитали ребенка не в тех гунах, не в тех качествах, что вы жили в невежестве, допустим. Ребенок тогда будет прокалывать губы себе там всякие, вешать кольца там, выстригать волосы. Женщины, девушки на лосо бреются, мужчины отрасочивают волосы и так далее. Извращения от всяких. Девушки ходят в ванных брюках. Это признак невежества, и они невежества. Наркотики и так далее. Если что-то приемлемое, надо терпеть. Если неприемлемое, очень жестко защищать ребенка. Например, девушка попала в среду, где наркоманы, просто не пускать из дома. Просто домашний арест и все. Она трезвеет от этого. Начинает уже по другому себя. Это не потому, что у нее такие взгляды, она хочет наркотики, ребята. Так действует половая энергия. Чтобы ее охладить, для этого иногда нужны жесткие меры, но с любовью. Допустим, дома запереть и все, не пускай. С любовью. С любовью, да, запереть с любовью. У вас сомнения в том, что я сказал? Ну, у меня подросток мальчик, да? Вот, и, скажем, в Барселезе я живу. Там очень много детен отворяются, очень. И, скажем, питание такое сейчас, и рано они начинают жить новой жизнью. Взрослые смотрят на это дозволом. Получается, что в любом случае он расскажет с этими подростками... Да, 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 я понял ваши мысли. Да, и к вам это неприемлемо. Строгость — это проявление высокой культуры. Строгость — это значит возможность быть строгими с детьми. Это признак высокой культуры. Там, где идет деградация культуры, вседозволенность увеличивается. Но вы не можете проявлять строгость там, где культура другая. Вам надо применить такой способ. Больше заниматься духовной практикой, очищать квартиру. Больше духовного в квартире. Кормить освященной пищей ребенка. И духовно развивать его. И это даст такой же результат. Он мне говорит, мама, ну давай хотя бы раз в месяц я могу делать то, что все, но, предположим, я ему разрешаю. Нормально. Уступки какие-то должны быть. Но всегда движение вверх в вашем сознании. Самое главное — не потеряйте ребенка. Не дайте ему отгородиться и не слушать вас. Служите ему, прощайте, чтобы он вас слушал. И тогда вы можете его вести вперед. В конце концов, он и попал в эту культуру, потому что у нее такая карма. Все про супер, без своего. Ничего не сделаешь. Можно сейчас я так немножко скажу. Вот эти две девушки, которые очень, ну, великолепные, на мой взгляд, они тоже живут в Барселоне. И вот нет ли здесь такой связи мужчины или это климат? Я не знаю, но они, они очень мягкие. Там очень много геев. Они такие женщины-женские. Влияние, влияние кармы там есть. Чем ниже культура, тем больше мужчины женственные, женщины мужественные. Но, но, бывают такие места, где влияние Венеры очень сильно. Это вся Европа. И когда влияние Венеры очень сильно, то женщины красивые и женственные, а мужчины не дотягивают. Там, в тех местах, где, наоборот, влияние Марса сильно, например, в некоторых местах, в Греции такие есть. Женщины, ну, такие не очень красивые, а мужчины очень красивые. Мужественные, сильные, а женщины похуже. Это влияние планет может быть такой. Например, в Москве больше влияние Солнца. Да? Там мужские планеты. А в Риге, женские планеты, там женщин больше красивых, а мужчины такие слабоватые. И поэтому, Рига, Москва, я жду тебя, любимый. Пам-парам-пам. Рига, Надеюсь, а вот в Англии очень много... Рига, Надеюсь, а в Англии очень много женщин, которые... Это просто катастрофа какая. Ну, странно, женщины опускаются настолько, что там уже не женщины, или, понимаете, там за них просто, ну, три человека можно помещить. Это молодые девушки с детства уже. Вот девочки превращаются в больших, я не знаю, я даже особо к этому не могу сказать. Знаете, я вам такую вещь скажу. Что бы ни было, надо заниматься духовной практикой. Вот где бы вы жили вообще, в какой среде, в этом же городе вы найдете очень хороших разных духовных людей. Потому что вот этот слой страсти и невежества, каким бы он ни был, все равно в любом месте есть слой благости. Можно про Голландию тоже очень много чего сказать, там, и про Бельгию. Ну, вот вам, пожалуйста, храм, и люди чистые, возвышенные живут, нет проблем. Понимаете, не надо говорить про плохое. Лучше развивайтесь духовно. Спроси, чем это объясняется, влиянием каких планет. Венера с ракурсой имена, то есть планета Венера с ракурсой имена дает осквернение женского начала. Вот и все. Как оно и проявляется там. Они хорошие, они добрые, они отзывчивые люди, да, но... Не думайте об этом. Просто идите к Богу, старайтесь помогать всем, где бы вы ни жили. Нет плохих мест, если сейчас будем противопоставлять Европу и Россию. В России тоже вам пьянь одна. Что, это хорошо? 40% взрослых мужчин пьяницы и умирают в зрелом возрасте от пьянства. Это статистика. 60% мужчин взрослых пьяницы, а 40% умирают в зрелом возрасте. Там пьяни, здесь герии, там еще что-то. Нормально все, понимаете? Мы живем в таком мире сейчас, в котором везде что-то есть, везде какие-то приколы свои. Даже в Индии, понимаете, деградация идет везде, даже там есть духовная культура. Это не значит, что мы должны деградировать. Надо развиваться духовно самим, и мы попадаем в этот слой общества. Вот вокруг меня таких людей нет. Меня не угрожают такие люди. Потому что я общаюсь с возвышенными людьми, такие, как вы. Вы возвышенные. 100% вы очень возвышенные люди. 100% что вы очень возвышенные. Без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Я очень благодарен Богу за таких слушателей, как вы, которые приходят на молитвы. Очень благодарен Богу. И готов к вам кланяться в ноги каждый раз, когда вы приходите на молитвы. Не надо как бы обесценивать мою аудиторию. Моих детей, да, переходный возраст. Как еще папа, авторитет, разрешает смотреть ТВ допоздна, есть Макдональдс, играть в электронные игры. Говорила приехать со мной. Но сейчас вижу, что не справляюсь. Или здесь не очень весело, нет обычных развлечений. Что вы мне посоветовали? Не трогать своих родственников. Приехали сюда. И слава Богу. И слава Богу. Не надо пускай их могут по лесу гулять там. Пойти в компьютерные игры поиграть. Но если они придут, ваши близкие, и покушают освященную пищу, то вся их неправильная жизнь будет разрушена. Просто находиться рядом с воздушными людьми, это очень большое благо. На каком бы уровне человек не находился, если он приехал уже сам по своей воле в это место, это большая удача. Не требуйте от близких людей больше, чем они могут в своей жизни сделать. Зачем это требуют? Просто скажите своему близкому человеку, я так тебе благодарен, что ты вообще сюда приехал за мной. Я без тебя в следующий раз не поеду. А приедешь, можешь сделать, что хочешь здесь. Это твоё дело. А я буду ходить на лензи. Всё. Так и будет проявляться ваша любовь. Так вы поможете близким людям в своей жизни. А Бог потом поможет вам. Когда мои родители меня не слушают, чё с вами в воздушных студиях? А у нас уже должна заканчиваться лензи. Хорошие, наверное, мы из расписания сейчас выйдем. У нас же много всего. Я нормально отвечаю? Всё? Достаточно? У нас ещё есть деньги, мы ещё записки, как у вашей. Я просто не люблю коротко отвечать, потому что это никому неинтересно. Надо обстоятельно, да? Да, да. Давайте сядем прямо. Иногда из моей керции складывается такое мнение, что я не люблю Европу, не люблю Америку. Это на самом деле просто иногда русские подыгрывают образы. Я очень люблю Европу, очень люблю Америку. Я люблю всю Землю, всю нашу планету. В Америке люди очень разумные. Это самая разумная нация на Земле. Они очень разумные. Сотянуты, что? Да. В Европе люди очень сердечные, очень глубокие. У них очень глубокое такое сердце. Хоть они зажаты жизнью сильно, вот этой вот экономикой, там, экономическим развитием, работой. Но люди очень культурные, порядочные. Ведут себя по-человечески всегда, выслушивают там и так далее. Я говорю про благостных людей, не про страстных, не про вежественных, про благостных. Про тех, которых я встречаю. В России тоже хорошие люди. Они теплые люди. Ругаются, помирятся. Везде хорошие люди. Я где бы ни был, везде есть очень много хорошего. Есть также недостатки. Но не надо на них обращать внимание. Я с удовольствием приезжаю в Европу сюда, с большим удовольствием вам приезжаю. Могу сказать честно, что нигде, никогда столько подарков мне не дарили, как здесь. В Европе люди очень щедры. Они с удовольствием дарят подарки, пожертвы не делают. А я как бы не намекаю вам ни на что. Просто так всегда бывает. У меня наоборот проблема, как это все домой увезти, потому что там ограниченный груз. Я всегда волнуюсь сильно, когда мне надарят много, потом я не знаю, что с этим делать, как везти. Поэтому старайтесь дарить поменьше. А в целом, я очень счастлив, что вы приехали сюда, вырвались. В Европе вырваться на семинар, это герой уже надо медаль держать человеку. Просто, чтобы он приехал. Вы медаль держите. Вы говорите, мы не достойны. Такая схованность в жизни, так много работы. И при днях найти, и вырваться, это очень героический поступок. Я безработный. Это работа из-за мужа, который не до конца понимает, куда он наедет. Да, тоже так. Потому что культура очень строгая. Культура очень строгая в Европе. В моем случае не совсем. Просто у меня муж вообще и ранен, вырос в Германии. Но он не доверился, он до конца так и не понял, куда я еду. Скажите, что я кланяю вашему мужу, кланяю, за то, что он вас не пустил на семину. Спасибо. Передайте им. Он очень хороший человек, скажите. Я абсолютно убежден. Я тоже. Все эти серебряные. Вспомним что-то возвышенное, святое. Когда мы вспоминаем святость, то мы сразу же отдаем ее другим людям. Бог живет в сердцах тех, кто служит. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.